Историческая стройка. Так называют работу в Чендингском месторождении бойцы стройотряда, которые сегодня отправились в Ленск. Ну а в целом студенты заняты в различных сферах деятельности. Всего 9 тысяч молодых людей из Якутии будут временно трудоустроены в этом сезоне. Продолжит тему Юлия Великодная. В разгар трудового сезона бойцов студотрядов Якутии распределили на промышленные и строительные объекты, чтобы они могли набраться опыта и подзаработать как на территории республики, так и за ее пределами. Въездных отрядов много, но самые крупные отряды это получается въездной отряд, который работает на рыбном заводе «Лойтфиш» Камчатской области, строительство космодрома «Восточный». В этом году наши ребята впервые будут работать на проекте «Мирный атом», то есть это строительство атомной электростанции в городе Озерск. Наши ребята прошли конкурсный отбор. Ну а также у нас есть проекты в Крыму. Ребята работают в фруктовых планетах Крыма, работают в сервисных отрядах. То есть мы планируем также организовать сервисные отряды в гостиницах Республики Крым. Один из объектов всероссийской студенческой стройки находится в якутском городе Ленск. Более 350 бойцов из 17 регионов на территории Чьянтинского месторождения, в частности студенты инженерно-технических специальностей, окажут посильную помощь опытным строителям создания объектов инфраструктуры. Я в студентрятах два года уже. Всероссийская стройка я второй раз. С весной я участвовал в космодроме восточном Всероссийской стройки Амурской области. Вот у нас проходит в республике первый раз. Захотелось поучаствовать в этом, в историю войти. Фанат как бы в РСО, студентрятов. Меня выбрали командиром. Я уже был бойцом в космодроме, и я хотел попробовать себя в роли командира. До конца лета 18 студентов из Якутска будут трудиться на историческом объекте. Напомним, это ресурсная база магистрального газопровода «Сила Сибири», которая обеспечит газом потребителей Дальнего Востока России и Китай. Во-первых, поездка будет длинная, а вот сама стройка заключается в том, что это историческая стройка, так как Чайядинское месторождение и природные ресурсы будут продаваться в Азию. Это как бы чисто и для себя, что я буду помнить. Я участвовал в стройках таких исторических. Зарплата каждого студотряда варьируется в зависимости от рода деятельности. Студенты, отработавшие на Чайядинском нефтегазоконденсатном месторождении, получат за месяц работы 25 тысяч рублей.